итак мы продолжаем я думаю может быть выполнить какое-то доп задание сейчас посмотрим ну тут их на выбор миллион давайте наверно вот это или просит вас найти молот ее брата потерянный в разрушенной кузнице просто убивать и хидну горвы да вы его хира это наверное будет тяжелое задание нужно помощней побольше прокачать персонажа у меня почему-то это окажется давайте попробуем кузница задействовать далеко ли она будет так на карту как-то можно общим планом ага 3 далековастенько вот аж здесь найдите разрушенную кузнецу но интересно поехали спасибо и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Мы наносим, кстати, дополнительный урон Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Огнем, который мы наносим Ну, прикольно сделано О, и мы можем, гляньте, казнить Очень легко казнить противников Вот мы, в общем-то, на месте И я думаю, сейчас будет что-то интересно В этом подземелье Нравится мне то, что на каждой отмечены сундуки Облегчает эти конечные поиски Ну, и облегчает в целом игровой процесс Может быть прыгнуть? Подняться сможем, ага, есть балки Давайте посмотрим, что у нас тут внизу Под водой Ну, есть, но мне показалось, что мы прям очень глубоко Нет, ну просто тут темно, все Нашли мы опять этот какой-то Ромбовидный артефакт Я немного ранее говорил, что надо посмотреть Я, в общем-то, гляну, но не нашел Что это за предметы Как они правильно называются Так, ну, обходим Вот дверь Главное, что мы его нашли, подобрали Он лишним не будет Наверное, вниз Субтитры создавал DimaTorzok Здесь нас уже ожидает Где тут ящик Припрятаем Карта подземелья Зачет Теперь нам будет еще легче Давайте посмотрим, большое ли оно Ну, не особо большое Тут много этажей Субтитры создавал DimaTorzok и новое оружие более эффективное чувствуется там враги сразу мясо бомб нигде нет нога наверху видимо нам придется обходить и куда нам дальше так про где-то засел были на камеру вверх не получается поднять может быть по стене нет так забираться не получится может быть где-то здесь тоже мимо и камера остановись не совсем непонятно выход может быть по стене ну да ну это низкая прыгнул теперь хоть понятно куда двигаться дальше наверное тут главное не падать вниз я выучил новые приемы но я их как-то забыл а когда врагов больше не я забыл и обычные приемы там как-то было р1 вперед треугольник вот такой вот удар неплохо неплохо а 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 здесь ее нужно использовать как ее нам оттуда забрать может быть у меня нет специального оружия чтобы чтобы ее как-то к себе оттянуть или просто нужно прыгать вниз воду вопрос закрыт какие-нибудь секретики под водой теперь мы сможем попасть наверх быстрым путем если вдруг у нас не получится с первого раза пробежать по стене я надеюсь получится нет остановись хорошо что я не ниже упал так бы пришлось мне там лезть ну здравствуй такой нежданчик а как тебе вот такой вот прием что-то что-то он не очень среагировал я не ожидал что будет так легко его победить когда просто настоящую свою сущность смерть превращается то нет правда а новый шмот какой-то выпал это ботинки и чё за ботинки и сила защита понятно просто берем с собой и где-нибудь прогадим в процессе нашего приключения доспехи защита 55 надеть что-то там магия магия чего написано а ну-ка давайте поднимем по поднимем этот талисман и более подробно посмотрим потому что улучшает всего он один показатель как бы вроде лучше но стоит ли он того магия больше но сила и здоровье и регенерация все это дело уменьшается так что оставляем тот талисман который на нас надет и и и защита вот опять приходится выбирать такое дело я не особо люблю у нас видите защита падает но сопротивляемость это та накидка которая у меня была я на доспехе поменял она оставляем не хочу заморачиваться боже ну здравствуй но вы какой-то противник здоровье что-то медленно у него уходит так надо вызывать подмогу так и и а и и блин что-то их как-то много здорово этот прибежал дайте дайте восстановить здоровье это новый приемник кстати применил получилось на пусты так чего это такое капюшон мудреца защита минус 18 магия 10 мы наложим в карман дальше посмотрим что с ним делать и еще чего то мы нашли о талисман мудреца вот это интересно критический урон магия плюс 9 процентов и магия 7 вроде бы все подобрано надо только с талисманом поближе посмотреть сила магия здоровья не регенерации мне нравится регенерация вот в том талисмане который у меня сейчас установлен надет то что там есть регенерация здесь конечно критический урон оставляем без изменений и двигаем впредь судя по всему по стене лежать и и как перебраться на ту сторону а у нас тут есть просто проход а я тут уже начал изучать местность но я вижу что впереди запертая дверь без ключа нам ее не открыть можно конечно поближе это дело все рассмотреть конечно мало что поменяется если их на эту дверь просто смотреть придется лезть наверх а тут пик но не совсем вот он вот он тот путь который я искал снова здрасте эй-эй не наверх направо да ладно и тут я не пройду бесполезно а может быть просто выстрелит нет в прав показывает что мне двигаться в том направлении но я пока не могу понять как туда забраться а если спрыгнуть воду в самый низ а вот какой то у нас есть подводный тоннель а здесь куда пока что я чуть не понял эй-эй ну я же прыгаю когда как бы в экран я не понимать как не прыгнуть на противоположную стенку ура это победа вот мы оказались именно там где и должны были оказаться чтобы двигаться дальше о блин ты меня напугал ага но наверное нам просто в ту дверь я вот думаю просто как избавиться от растительности на этой половине чтобы получить сундук но наверное немного дальше придется пройти а там будет видно хочу вниз прыгнуть надеялся найти чего-то тут интересно и что-то пусто что это такое маска аку-палку а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так что лучше... Лучше придержать... Ключ скелета... Эти ключи позволяют открывать запертые двери в этом подземелье... То, что мы убрали, конечно, решетку с этой стороны очень здорово, но... Как нам попасть туда? Ну-ка, давайте посмотрим на карту... Ага, это главный сундук... По всей видимости, здесь как раз молот и будет... За молотом же мы отправились... Да, за молотом... Друзья, я понял... Нам просто нужно спрыгнуть вниз... Можно спрыгнуть даже в самый низ, сразу... И... Снизу мы закинем бомбу туда в кусты, потом поднимемся... Это можно было сделать немного раньше... Прозевал я... Этот момент... Но главное, что у нас есть ключ, сейчас мы уже практически у цели... Ух! Ух! эй и закидывай давай наверх да ладно она не взорвалась как надо а не взорвалась фух придется опять в воде ту и блин это серпы можно было короче не заморачиваться в итоге не особо я доволен тем что было сундуки окей где выход каменная кувалда в руках умелого кузнеца этот молот дает способность выковать мощное оружие доспехи верните этот предмет волосу в 3 камень и 3 камни интересно в 3 камень и так разрушена кузнеца выполнена но неплохо было было заняться интересно было тут полазить как выбраться вот а ну да все нам не надо проходить огромный путь прыгаем водичку и мы покинули эту локацию давайте такой беглый взгляд ну вроде везде мы были почему-то вот этот вот видите затемненный какой-то участок как будто я его не посетил странно может быть я его действительно не посетил я не знаю что делать серьезно это писос я не могу уйти я должен просто туда вернуться но но я прям я понимаю что дох не нужно делать но как как игра могла со мной так поступить а что вдруг тут сундук а вдруг тут что-то клевая лежит а я не то я там не был все так как туда вообще попасть она вроде как это как это вроде бы подвал подвал где я нахожусь не ладно друзья и мне кажется не стоит этого делать или стоит так она кричит на карту это вот в том направлении тут я чё-то бежал потом нужно было спрыгнуть в водицу тут я где-то плавал всякие подземные эти куски не ладно не будем мы туда бежать ну его память выбираемся я потом за кадром туда сбегаю проверю потому что никаких черных пятен на карте оставаться не должно ну или посмотрим посмотрим что нам напишет вообще статистика игры после определенного количества наигранных часов если там типа не защищена локация мы запомним просто что это было что это было у нас разрушенная кузница и если что вернемся так black black root так давайте знаете как поступим мы должны вроде как вернуться в этот три камень или три камень наверное пусть будет три камень нет стрека три камень какое крутое название тут я советовался со сестрой вот да и она дала явно понять что название три камень не самое лучшее ладненько но мы выберем выберем доп заданием может быть она где-то недалеко находится вот например найдите убейте не изложенного короля но это нужно что-то серьезное книга мертвых можно вот по пути так почему задействовать я нажимаю нажимаю квадрат задействовать у нас не получается наверное потому что это задание постоянно активно найдите убейте и вихир черт делать а ну давайте посмотрим у хану совсем в другом в другом конце карты этого даже здесь город немного ближе но также далеко может быть и видно где хина так тоже тоже но король этаж король короля наверно надо последним убивать ладно друзья отправляемся тогда все-таки в кузницу основное наше зонтание передвинуть гору где она находится чет я потерялся на карте а вот как раз она находится там где и была у нас и хидно да нет 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 короче по пути мы еще и вихира прикончим ладненько все в кузницу ну выполняем задание кузница молота это вернуться на базу и там дальше по сюжет долина отца камней красивейшее место тут солнце светит потому что он куда не завернешь везде мрак тьма тут немножко так отдыхаешь все это дело быстро проскакать но она не хочется немножко такая отдушина где тихо спокойно красивая музыка да ладно ладно не карабкайся понял что вниз а да вот тут у нас под водой никаких секретов к сожалению никаких давайте-ка еще новый прием попробуем выучить раз мы уже здесь оказались вот двойная пушка l2 плюс аналог левый назад и квадрат смотрим так но это и есть он увидите два раза бьет косами окей там можно было еще что-то подучить за 2000 кулак небес при уклонении вперед нажимайте треугольник позволяет быстро преодолеть расстояние до врага и поднять слабейших из них воздух по-моему что-то у меня такое подобное было возможно это просто не для этого оружия ладно выучили здорово бежим дальше мне интересно какое сейчас мы получим орудие мы же нашли молот насколько эти ребята будут нам благодарны сейчас мы узнаем спокойно парень спокойно с кем с кем поверить что-то . вообще возле костра мы этим с девчонкой на счет кажется что она тут у них самая умная вот твой молот мне кажется ты что-то искала каменная кувалда ты нашел его ох я даже не знаю что сказать не буду отрывать тебя от работы волос если ты когда-нибудь снова попадешь сюда ты увидишь вещи наделенные еще большей силой давайте сразу посмотрим что-то там завещали товары которые наделенные специальной силой устоят они космических денег я вам скажу тут что-то кост например стала и меньше чем было прошлый раз а это косы седьмого уровня по всей видимости те уже шестого нам как бы не нужны поэтому их стало меньше окей предметы классные есть но денег на них нет мы можем че-нибудь продать дайте дайте посмотрим ну ладно саботон и мародёра обвязка конечно дает она больше силы но но одеяние нам точно не надо сопротивляемость капюшон мудреца отдает капюшон символы сумеет это использовать видимо не пригодятся мне кажется и талисманы кстати если что и купить сам да можно избавляемся лишний груз какой-то накидка бродяги накидка бродяги защита минус 36 сопротивляемость ладно накидку пока еще с собой поносим давайте посмотрим чего теперь на вырученные деньги можно приобрести из тяжелого оружия точнее из дополнительного оружия все уступает оружие тому которое у нас сейчас установлено тут тоже какая-то ерунда вот обмотки кочевникам вроде как даже неплохо защита сопротивляемость опыт покупаем и носим с гордость в новый уровень за ваша сила возросла восьмой качнули мы персонажа я этому очень бесконечно можно сказать рад только знаете получается какой момент давайте сразу надеваем новые перчатки и они называются обмотки кочевника у нас появилось сразу новое оружие которое мы можем и у нее купить как-то так нас немного подкололи то есть вот раз и восьмого уровня у нас теперь и вот кстати фиолетовые вот эти лютые косы страшные косы мороза вот это вот крутое оружие вот конечно его и хотелось бы приобрести но понятное дело не хватает на него денег волос сумеет это использовать все спасибо с накидкой бродяги решаем вопрос и двигаем дальше у нас кстати если взять накидку бродяги очень ну падает на 36 защита но поднимает сопротивляемость что такое именно сопротивляемость возможно магии но защита у нас и так высокая давайте наверно сопротивляемость все таки подымем блин стал он как-то не очень симпатично выглядеть тут доспехи чисто с визуальной точки зрения они как-то по по приятным нет ладно оставляем накидку в утиле где-то родная купи накидку за полторушку забирай наслаждайся ну что по сюжету друзья какие говорим под музыку кстати топает прикольно в ритме вот ну а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Бухточка... Бухточка это крутая локация. Я уже просто... В предвкушении... Круто... Ух ты, блин! Друзья, ну что ж... На этом, наверное, мы закончим... Наш текущий эпизод... Огромное спасибо всем за просмотры... Ставьте лайки, если вам понравилось... Огромное спасибо всем, кто составил компанию на Twitch... Продолжим самое ближайшее время... Всем пока! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...